господа всем привет я думаю что пришло время поговорить про байтболь всех кого заставил ждать извините но вы меня знаете я не любитель быстрых выводов распаковать тут же снять часовой обзор рассказывая о том что да как мне надо поплавать я полноценно этот год посвятил плаванием на байтботе постарался какие-то наметки сделать ну не рыбу же ловить в конце концов да на рыбалке поэтому плавал для вас блокнотик записывал всякие нюансики относительно этого посредства постараюсь что-нибудь рассказать сразу в начале видео скажу что я безумно доволен этого она вернула мне любовь к вот маломерным моторным пвх лодочкам все-таки я изначально хотел именно такую вот байдаристого типа длинную узкую она мне была нужна не крайне необходимо для моих рыбалок для моих походов для моих целей поэтому я изначально брал то что хотел то что надо поэтому ничего удивительного что я в восторге конкретно от этого посредства и плюс еще конечно же я не буду утаивать никогда не скрывала не скрываю то что мне безумно нравится все то что и как делает там trial будь то фишкояк катабайт или байтбот они просто великолепны особенно в ярком цвете я хотел на самом деле голубики но не было наличия мне было было срочно прям сегодня поэтому взял такой же как у меня фишкояк просыпаешься вылезаешь из палаточки кидаешь взор на горизонт и видишь припаркованный байтбот и аж знаете на душе приятно от осознание того что мой мой красавец не знаю сколько это все конечно важно но как по мне все какие-то лодки они какие-то блеклые какие-то непонятные это все-таки конечно вызывает вызывает эмоции изначально может показаться что байтбот это тоже самый фишкояк который вы просто убрали заднюю полу деку поставили транец собственно вот оно и готово возможно так оно и было примере катабайта база единая она как бы просматривается невооруженным взглядом но байтбот немножко другая история то есть байтбот это уже выходец от катабайта конструкторы инженеры в таймпреале сели подумали о том как бы можно было бы катабайт улучшить чтобы можно было бы в нем изменить для того чтобы все это получилось как-то более лучше во всех отношениях и как итог у них вот получился байтбот то бишь катабайт второй версии и судьи по описанию то что они пишут ну он во всем превосходит до того степени что у них хорошо получилось его сделать что они отказываются от производства катабайта 1 1 поколения в пользу вот байтбота так собственно эти написаны на сайте алтаж скорее всего катабайта больше продажи не будет и будет продавать только байтбот у нас катабайт есть в наличии в команде равнение ну так сказать не на бумаге да а вот на ощупь в пользование мы провели поэтому сейчас я вам все расскажу чем он детально отличается я буду сравнивать его как с катабайт он так принципе с фишка я там тем более что почему-то вы меня спрашиваете именно сравнение с фишка я там хотя я не особо понимаю почему-то немножко все эти разные разная философия да то есть моторная лодка транцевая весельная ну и допустим я уже делал обзор на фишка я если кто не видел обязательно посмотрите то что многие моменты там отражены я здесь наверное повторяться не буду для того чтобы затягивать видео как всегда два варианта пвх это тонкая толстая баллоны у меня 30 есть возможность поставить сороковые баллоны если вам это необходимо и также еще доп функция увидел фальш борта но это прям если выходить выходить на большую воду то пожалуйста есть такой вариант у меня 30 баллоны тонкая пвх не усиленное дно все в принципе снадад так же как и у меня был выбор с фишкой а то с тонким пвх где только не лазала я считаю что я его не жалею такой толщина пвх он не справляет со всеми вылазками соответственно я и здесь также принял решение ничего не толщать чтобы дополнительного веса не было тонкой пвх здесь используется уже не клееные а сварные швы что лучше надежнее и качественнее неплохо они сделали уже в стоке перегородки то есть у нас делится на три секции что просто замечательно это то о чем я говорил во обзоре на фишкаяк а то что надо сделать прямо необходимо тогда у меня практически гарантированно всегда была бы одна зона плавучести я всем настоятельно рекомендую именно вот этим воспользоваться это нужно сделать здесь уже все это сделано перегородки есть более того мы имеем с вами еще и надувное дно которое является четвертой зоны плавучести и да но она входит в комплект уже ничего докупать не надо как это было с фишкаяком производитель нам в этом случае не дает выбора какое дно нд нд или аэрдек здесь уже стоит нд нд все выбора другого нету катабайта уже тоже шло одно в комплекте но здесь она вклеена и снизу и сверху и преимущество такого решения но она очевидна да то есть у нас с вами легкость сборки не надо ничего вставлять накачали поплыли мы его с вами случайно там не забудем придает как будет жесткости поскольку она стационарно уже вклеена все это хорошо уборка понятно что эксплуатируя лодку так или иначе попадает до песок всякая грязь которая скапливается у нас вместе стыка дна и баллона да и такие места где в принципе никто никогда ничего не протирает не вытаскивает а это все-таки абразив мелкий абразив который понятно что не год не два но за какой-то период начинает протирать пвх все это плохо убирать это надо и здесь у нас с вами шов он практически вот под 90 градусов никаких проблем нету в том чтобы взять там ветошь все это дело коп смахнуть и у вас и абсолютно чистые швы и всегда у вас все будет убрано очень хорошо во первых для вашей лодочки она вам дочь прослужит для эстетов что у вас чистоте ну правда как вы видите да у меня здесь всего как бы грязненько я специально не стал после рыбалки ничего приводить чистоту так скажем прямо с боевых условий лодочку снимаем но есть и минус вода когда мы с вами сидим попадает сюда вода будь то от ботинок от весла или там дождь не знаю рыбу закинули подсак опять таки все это все накапало у игоря в катабайде поскольку она не вклеена вода излишки воды уходит по дно и там накапливается здесь же вся вода которая попадает она так иначе остается да у вас есть сливное отверстие с обратным клапаном прекрасно все можно слить но тем не менее какая-то часть воды здесь остается если у вас есть разложены здесь вещи которые боятся воды то имейте ввиду что это все будет страдать это пожалуй единственный эксплуатационный минус который я выявил во всем остальном замечательно по дну у нас стабилизаторов нету больше о них что-то не клеят кстати вы спрашивали да относительно стабилизаторов ну тут фиш каяку парни ну мне кажется на самом деле стабилизаторы вещь для фиш фиш каяка ставить надо как вот я потестировал в этом году мне так кажется по ощущениям они помогают они помогают именно на старте пока вы не набрали скорость без плавников этих стабилизаторов сильно рыскает нос вам приходится просто больше тратить силу на то чтобы держать эту лодку для того чтобы разогнаться со стабилизаторами я вот такого не замечаю там еле-еле начинаешь волочить весло и он уже прямо начинает набирать скорость просто экономить силы вот так что если есть возможность ставьте я не знаю почему time trial в своих новых версиях отказался от установки этих стабилизаторов как по мне они они сильно помогают спать будет стал шире шире чем фиш каяк шире чем кота байт и это конечно огромные преимущества мало того что у нас с вами появилось больше пространство в пите что не может не радовать но и остойчивость бы вы знаете я не особо страдаю словить стоя на фишкояки я много раз демонстрировал много раз об этом говорил то есть у меня с этим проблем нет но я допускаю тот факт что далеко не все люди могут ловить стоя на фишкояки пританцуй немножко я боюсь это ковыркнуто там что там боишься тебе надо было ром не в рыбаките в балет здесь же проблем быть не должно я в этом году очень много раз ездил с сыном за карасем мы с ромой сюда частенько приезжаем рома любит ловить на поплавок больше чем на спиннинг а я это дело поощряю ребенок маленький помочь не может не спуске и подъеме поэтому с фишкояком был бы лучший выбор его спустить с ним поплавать но я выбирал именно байтбот по причине устойчивости поскольку он тут суетится вертится крутится долго сидеть же на месте не может лодка ходуном поэтому брал байтбот именно для вот этого и абсолютная устойчивость абсолютная уверенность я сидел не отвлекался смотрел на свой поплавочек пока ромку вы что-то ползал очень хорошо себя уверенно держит на перекатиках на таких понятно что умеренных и тоже никаких проблем если вы сомневаетесь можете ли вы встать сделать прокидочку там под камышек я убежден что абсолютно каждый это сможет сделать но поскольку у нас с вами трансовая лодка получается если сравнение с фишкоятом мы потеряли заднюю полудеку на самом деле для меня это так было проблематично я очень люблю теплый деки когда большие сплавы там два-три дня я вешаю сумками забиваю все вещами и я немножко был расстроен то что потерял огромное багажное пространство но на самом деле не все так плохо поскольку здесь полудек она значительно больше чем у фишкояка чем у катабайта она увеличена и это очень прекрасно и хорошо видно на примере моего велосипеда стрита который на фишкояке если его класть на полудеку он либо вылезает за габариты лодки либо тут съедает небольшое пространство кокпита здесь же я его кладу и он занимает всю полудеку не вылезая за габариты то есть вот вот такого размера настолько больше сюда я могу положить полноценно две большие сумки если надо у так что у нас полно места что на самом полудеке что под ней мы получаем увеличенное пространство я почему-то думал так вот по картинкам что на точно такая же как у фишкояка но нет она здесь гораздо больше также до сохранились они будут все резинки про них я уже говорил фишкояки они мне очень нравятся хорошие качества потому что как правило вот эти резинки они очень быстро растягиваются рвутся теряют внешний вид и уже свои свойства стягивающие вот они как новые но понятно я еще и докупил вот такие вот отдельные копеечные и ими стягивают там дополнительный груз тоже принципе мете недорого таких лодках они все-таки нужны убрав полудеку поставив транец получилось просто длиннющий просто длиннющий то место где мы с вами теряли за счет полудеки все это теперь стало одним огромным это место парни просто чума это одноместный байтбот понятно есть и двухместные трехместные вместо столько что вот реально по нему можно ходить это 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 прям шхуна это я не знаю теплоход они лодка как вы помните прекрасно мы плавали троем я с женой и с с ромой путешествовали по озеру вполне место хватает на одноместном байтботе я жена и два ребенка тоже плавали все отлично путешествовать можно так что в принципе по большому счету даже если возьмете там двух мест или трехместный байтбот вы можете все свое родословно дерево сюда загрузить и путешествие по по озеру парни с местом здесь ну я не знаю это барские условия и вот так вот я подушку сюда кладу вытягиваюсь и все и так спим вещи нам не мешают поскольку мы с вами на шикарном байтботе где все вещи нас предполагается возить на полудеки и под полудекой соответственно все это для вашей опочивальни если вы вдруг хорошо плотненько на рыбалке поели то почему бы не вздремнуть это лучшая лодка для того чтобы в ней спать вот эти лодки такого типа узкие длинные они одно из тем что они славятся это просто подъемность очень хороший пример это когда мы ездили с женой с ребенком на остров на три дня до помните видео тогда я их отвез на остров а потом вернулся за вещами но вы можете догадаться да что жена и маленький ребенок на три дня на остров то есть это парни но это пол квартиры было вывязано на этот остров и я одной ход к это все сюда загрузил и увез ну тут такой момент да я на самом деле не хотел бы акцентировать сильно на это внимание поскольку все эти несчастные случаи на воде они происходят как раз таки из-за перегруза лодок вот поэтому давайте так заявлено грузоподъемность вот и 250 килограмм но держим в уме что больше здесь такая классическая сумка книжка которая наверное используется 90 процентов случаях упаковки всех пвх лодок то что здесь рассказывает а собственно не о чем преимущество такого типа упаковки в том что можно быстро все это дело свернуть если из нас скажем застегла непогода дождь там не знаю ливень град кое-как полустутый свернуть и все мы в принципе с вами закроем и утащим это конечно хорошо во всем остальном ничего особенного мне конечно упаковка от фишка я как больше нравилось то вообще ванла исполнена неплохо хорошие держатели здесь удобно поднимать глянки толстые мягкие тоже носить удобно но у них же какая беда произошла сзади глянки у меня оторвали я сумку не нагружал по собственным весом самого байтбота единственное что я кладу туда якорь но якорь у меня легкий 1,4 килограмма плюс там рулетка давайте считать плюс 2 килограмма дополнительного веса это всего лишь что было засунуто дополнительно в эту сумку и грубо говоря по собственным весом все это у меня отлетело здесь такая металлическая скоба которая держит эти лямки что вообще в принципе кажется такое плохое решение так не должно быть закидывать это все на спину и когда у вас лямки сводятся в районе лопаток да еще это металлическое кольцо которую вам там это все давит мне кажется плохое решение гораздо лучше тогда если их сводить то грамотно прошить несколько раз чтобы это все было надежно держалось и вам ничего не давило короче решение с кольцом мне кажется отвратительное и тем более она вот нифига не держит во всем остальном сумка как сумка ничего такого поскольку у нас с вами ну понятно моторная лодка то это не отменяет того факта что весло оно должно быть весло в комплект не идет докупается отдельно тайм триал не продумал вот эти крепления весла они в стоке не идут полагается так что мы весло с вами подпихивать под вещи под сумки ну короче такое себе удовольствие я считаю надо обязательно ставить сюда крепление оно великолепно более того я максимально вам всем рекомендую если вы будете заказывать что фишка я что байбот обязательно покупайте вот эти резинки держатель весла причем с двух сторон это супер шикарная вещь и за вот эти какие там 300 рублей слишком много функций полезных выполняет и подплываем друг за друга цепляемся не надо там как-то подвязываться можно поболтать пойти покушать опять-таки мы так связки иногда даже рыбачим что на озере что на реке соединяемся держит крепко лодки не гулять получать такую как бы у нас объемный катамаран это действительно очень удобно и хорошо по порогам проходить короче у нас с вами в цепке получается полноценный катамаран классная вещь также этими штуками можно якорить подплыли хоп за коряжку зацепились якорёк кинули все нас не штормит не крутит удобная вещь также с другой стороны я например иногда вожу свои тубусы или какие-то вещи книги очень круто возить тубусы вот так вот в этом держателе весла ничего страшного ничего не потеряется зафиксировали все держится все вообще вот это круто короче говоря что я хочу сказать очень полезная вещь 300 рублей парни не жалейте ставьте с двух сторон я на самом деле не понимаю почему там триал хотя бы одну не поставили сюда под весло я считаю как бы скупиться компания для этого дела не должна поставьте хотя бы одну в обязательном порядке вторую пожалуйста по желанию клиент может до заказать в идеале всегда их ставить две само весло не цепляет держится прекрасно ни разу меня не кисло не слетал все с этим замечательно относительно хода под веслом ну если сравнивать с лишь каяком то конечно сложнее однозначно байбот под веслом это не фишка як угнаться за фишка яком вообще без шансов юрк тоже он как влупил я подозреваю на самом деле что еще может быть причина в том что у меня весло она вот это коротковато он же шире вот и может быть из того что мне на другое весло под него я же все с одним веслом у меня что под фишка як что под этот у меня одно весло и может быть сюда начать под длиннее тогда будет как бы лучше грибок и тогда может быть я выйду на нужную скорость ну вот пока все таки это все не так важно потому что лодку у нас прежде всего она рассчитана под мотор данная лодка предполагает использование моторов бензиновых от двух с половиной до 5 лошадиных сил и но вот три лошадиные силы это абсолютнейшая вот такая вот золотая середина в плане и скорости он и на себе видит и право плане легкости три лошадки я же выбрал две с половиной как вы помните и ни о чем не жалею вы знаете мы часто таскаем эти лодки на другие озера перебегаем нашли точку максимально приближенную к трассе и уже затащили вещи и гора здесь конечно просто жесть в общем носим эти моторы и для меня главный критерий это была легкость а тут я получил и легкость и довольно хорошую скорость мой мотор на сегодняшний день после всех манипуляций да я поднимал транец играл с углом ну что нога явно стоит не под тем углом на самом деле это все не очень важно для на моторах до 4 лошадиных сил и такие манипуляции это как бы какие-то там крохи пшено даже незаметно самое главное это вот уделить внимание развесовки на нас у меня самая тяжелая сумка плюс вода все под полу деками полегче сумка бензин и мотор на румпеле так вот после всех манипуляций после всех настроек на сегодняшний день скорость на этой лодке под мотором 2 и 5 у меня составляет 18 километров в час и это при условии в том что у меня немножко побит винт и возможно повело геометрию поэтому потери и скорее всего есть если я куплю сейчас поставлю новый хороший истоковый лент 19 час я получу а если еще поиграть шагом то я думаю 20 . будет это та цифра которую я на самом деле и хотел на которую я и рассчитывал поэтому я получил именно то что хотел 20 в час я считаю отлично показатель это плац средства имеет минимальные потери также прекрасно идет против течения тоже никаких потерь ну конечно же куда парни в 21 веке без фанеры без нее никуда поэтому стандартную комплектацию нас с вами идет вот такая такое дело сами все понимаете терпимо плавать можно но если у нас с вами там двух трехдневный сплав то на второй день уже вылезая из палатки честно говоря садится больно попросил наклеить вот эти держатели для того чтобы ставить вот такую подушечку она мягкая на ней по крайней мере вы плаваете ничего вас не борит пятая точка вам благодарна вам хорошо но на самом деле это тоже не выход поймите меня правильно да что касается комфорта нахождение здесь рыбалки распределение вещей все изумительно все как и как я говорил про фиш каяк просто замечательно все вместо ваша вы все разложили ничего мне мешает ноги свободны вытянуты рыбачьте не хочу радуйтесь жизни но поскольку у нас с вами трансовая лодка и надо держаться за румпи получается мы с вами сидим непонятно как вывернувшись высота не та и у вас получается очень сильно поджатые ноги все это затекает как вы видели в процессе сезона я плаваю мы с ребятами плаваем так вот ноги закидываем на баллон и держится за за румпи в принципе я не жалуюсь я этот год от плава с комфортом все хорошо но тут какой момент я все таки еще пока относительно молод я думаю что людей постарше и такая позиция будет вызывать какие-то неудобства потому что тоже где-то что-то может затекать и надо что-то с этим думать самый лучший вариант как я считаю это сюда установить полноценный фиш трон который был на фиш каяке который я считаю вообще лучшее сиденье из тех на котором я так когда-либо восседал в обзоре на фиш каяк как-то тому особо внимания не уделил а это вы знаете что это вот природа человеческая да когда мы с вами имеем что-то хорошее особо на это внимание не обращаем стоит нам это дело потерять вот тогда начинаем кусать локти вот та же история про этот фиш трон фиш трон это изумительное сиденье лучше которого я пока еще не сидел и хочется очень сюда его как-то вкорячить нормально со спинкой сесть как на фиш каяке смотреть прямо примерно чтобы картина была вот как вот боковой от ранее же установил же не плавал конструкция нормально одобряю на но реально по-барски сидишь я вот так же хочу но для этого надо нам с вами как-то удлинитель румпеля такой кривой до чтобы вот чтобы он здесь был я вот пока не знаю этот вопрос я не решил если вы знаете такие удлинители румпели то обязательно скиньте я буду вам благодарен и никому конструкцию потому что хочется вот так развесовка вот это то на что надо уделить максимальное свое внимание зависимости от того сколько у меня вещей позиция этой сидухи она она меняется поэтому два момента вам обязательно нужно будет докупить удлинитель румпеля без него вообще никуда и румпель 50 сантиметров мне кажется самое офигенное для этой лодки я взял и 75 74 и вот 50 тут еще такой момент а вот эта ручка замечательная вещь удобная за нее классно держаться приятный хват руки не натирают я конечно понимаю что все ладони у всех разные да и кому-то может быть будет дискомфортно но мне эта ручка очень нравится проблема в том что вот она одна и она предполагается например да для вот такой позиции сидухи допустим все духа у меня здесь сместился ближе к центру удлинитель румпеля все мне уже не схватиться за эту ручку странно что так сделали учитывая длину плац средства желательно этих ручек скажем на три точки поставить знаете как это как вот у x river у них вообще вся лодка вдоль всего борта вот эти ручки расположены и я считаю это очень круто во первых с точки зрения дизайна если также сделать знаете предпридаст ну какой-то что ли агрессии это круто смотрится мне мне нравится я бы хотел в эти ручки хотя бы в трех точках здесь и здесь расположить если вы будете покупать я вам рекомендовал бы взять хотя бы одну такую ручку и и не клеить на производстве пускай вам и положит в сумку вы уже на месте поплаваете там какое-то время примерно определитесь когда вы пустой когда вы нагружены сколько у вас вещей и примерное место этой ручки определите и уже и сами наклейте чтобы где бы вы не сидели у вас будут хват после держаться она так или иначе надо залеерную веревку держаться но так себе да вот это конечно руки натирает а производителю я бы рекомендовал подумать о том чтобы может быть действительно дополнительно какие-то точках эти ручки ставить потому что ну парни само себе посредство она предполагает расположение в разных местах сидухи поэтому и крепление держалка должна быть тоже в разных местах я считаю что уже можно сделать какие-то выводы относительно качество компании там триал я имею думаю что имею полное право поскольку у нас этих фиш каяков на самом деле огромное огромное количество плюс я регулярно езжу с подписчиками на рыбалку в этом году был с ребятами у них тоже три фиш каяка поэтому я спрашиваю расспрашиваю довольны они если у них какие-то проблемы косяки в общем из всего изобилия вот уже три года я пользуюсь фиш каяка могу сказать что пока что нет никаких проблем ни у меня не у ребят здесь вообще вопросов никаких не возникает если у нас у игры на кайт боте есть здесь шов ми мини там на на какой-то микро пузырёк выходит какая-то видимо недоклейку там и такой минимальный что же глазами его не увидеть это вот единственный случай с его изобилия этих вода которые у нас есть вот так вот то что была претензия по поводу сидухи уже не вон видал как то есть ничего не совпадает на на двух ушах приходится не ну это косяк тебе по-любому было написать я-то хотел лишь с тобой встретиться посмотреть что у вас может быть это там на проверку выяснилось то что это сидуха вообще не от фиш каяка он у них попросил от другой лодки другое сидение с более высокой спинкой поэтому ничего удивительно что там вот эти крепления они не особо-то подошли да поскольку это другой лодки сиденья поэтому претензии снимаются я уверен что лодка она прослужит очень долго особенно если за ней ухаживать протирать и нормально в нормальных условиях хранить зимой там где-нибудь на балконе на в тепле то проблем не будет и так же я еще в обзоре на фишка я говорю что фурнитура она нигде у нас не оторвалась не отклеилась опять-таки показатели вот эти резинки короче нет к качеству у меня претензий нет никаких я надеюсь что вроде как все нюансы рассказал ничего не забыл то что хотел блокнотики своем отметил все рассказал да возможно какие-то моменты не определил но скорее всего это было в обзоре на фишка я повторяться не хочу если что посмотрите там тоже многие моменты многие нюансы мелочи они отражены вернемся то к чему начали а именно впечатлениях каждую рыбалку хотел плавать на нем поклевывает нормально хорошо если что я вот немножко расстроен что погодка сегодня идеальная для того чтобы можно было с ним в ладогу выйти на моем байтботе и на моточке здесь на нем полетать по камышам очень этого хочу и боюсь что в этом году уже такая возможность может и не выпасть каждый формат рыбалки я выбирал так чтобы быть именно на байтботе я получал удовольствие улыбался в общем просто изысканный писк это скорость это кпд это минимальные потери когда вы гружены это минимальные потери скорость когда вы идете против течения самому тащить эту лодку против течения гораздо проще чем если это было полноценная широкая лодка физически вы меньше устаете если там вверх там на моторе вы не можете пройти какой-то такой тяжелый участок или скажем там камни у вас есть подозрение что вы разобьете винт слезаете просто волоком как бурлак тащите лодку за счет того что она узкая сопротивление меньше довольно легко это все преодолевать короче забираться куда-то вверх по притокам это это вот самое лучше особенно там где вам надо идти против течения и на самом деле я эту лодку брал как раз таки вот под этот формат чтобы заходить в какие-то притоки и подниматься вверх и доходить до каких-то мест и сплавляться для понимания для чего она мне нужна это вот такая вот рыбалка когда мы с вадиком вверх по течению по притоку шли а потом уже сплавлялись вот для такого формата я думаю что сейчас за зиму ребята кто хочет они докупят возьмут байботы возьмут может быть что-то подобное и тогда следующем году я надеюсь что смогу вам показать эти форматы потому что именно для этого я и брал лучше ее для этих условий нет ничего и